Добрый день, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. Я очень рада, что опять мы с вами в моём кухне. Сегодня я хочу показать, как готовить на зиму инжир. Это из нашего сада. Если вы можете, покупайте ещё темные, которые ещё тёмные. Вот с этим лучше получается. Я из инжира много готовлю. И сухофрукты, и варенье, и в морозильник вставляю. А это вот попробовала в прошлом году, мне понравилось. Надо вот брать хорошее здоровье инжиры. Я промила, ножки отрезала. И сейчас буду погружным блендером это измельчить. Но сначала положу ещё и... Вот здесь у меня ровно килограмм инжира. Я положу две дольки лимона. И ещё 100 грамм сахарного песка. Чуть меньше 100 грамма. Вот, друзья мои, раз и всё. Вот на килограмм я добавила 60 грамм сахарного песка. Это очень вкусно получается. Я это вот в пластиковые талии наливаю и ставлю в морозильник. Это зимой можно пироги делать. Можно просто так с маслом кушать. На печенье пойдёт. И самое главное, очень полезное. Оно вот не варёное. Поэтому уже свои средства лечебные у нём остаётся. И вот так закрываю и вставляю в морозильник. А это из инжира. Вот это такие инжиры. Я половинку делала. В противень поставила и в морозильную камеру поставила. А это зелёные, чуть большие инжиры. Это я заморозила, чтобы зимой торты украсить. Там пирожные торты украсить. Очень красиво получается. Вот и всё. Сегодня у нас видео очень короткий был. Я хотела просто показать инжир ещё, кроме сухофруктов и варенья, что можно делать. Очень полезно. Готовьте, ешьте. Здоровья вам. Пока-пока.